Будут, естественно, недосказанности, некоторые несочности, достаточно сильные приближения. Начнем с того, что же такое алмаз. Алмаз это одна из форм углерода. Углерод вообще встречается в основном в двух формах. Первая форма, которая чрезвычайно распространена, это графин. При шотке графита атомы алмаза производят такие срочные, друг с другом, шестиугольники, которые скреплены сильной химической связью. А сами плоскости соединены достаточно с другом слабо. Именно поэтому графитом хорошо писать в виде карандашей. Он скользкий и он очень непрочный. Но у углерода имеется четыре внешние связи. Если их расположить равномерно по углам, то можно построить вот такую достаточно компактную решетку, которая совершенно симметрична, где атомы углерода связаны плотно и сильно друг с другом. И когда углерод находится вот в такой решетке, он называется алмазом. Из-за такой плохой решетки и сильных связей алмаз обладает рядом уникальных свойств, которые его выделяют среди многих других веществ. Ну, давайте перечислим их. Ну, во-первых, алмаз обладает очень высокой твердостью. То есть в 10 раз больше квадрца, в 5 раз больше коронды. То есть это фактически самое твердое вещество на Земле. Даже с помощью алмаза определяется твердость других веществ. И это действительно впечатляет, когда берешь алмаз в руки, им пытаются что-то поцарапать, царапает он, естественно, все на свете. Значит, у него есть еще вот одно тоже необычное достаточно. У него коэффициент трения у алмаза, сухого алмаза, скажем, по металлу или алмаза по алмазу, коэффициент трения очень мало. Такой коэффициент трения у, скажем, металлов достигается только путем смазки. Это связано с тем, что его поверхность заполняется атомами водорода, ну и, в общем, достаточно гладкий, опять-таки он твердый. То есть за счет того, что частицы стоят на месте, трения не возникает. Это очень актуально, скажем, если алмаз используется во всяких механических приложениях, в том числе и инструментах. Дальше, опять-таки из-за свойств своих алмазов, он чрезвычайно химической инерцией. То есть не растворяется во всех сейных кислотах, в их смесях, и даже если эти кислоты греются. То есть там, где все остальное, подключая золото, растворяется, алмаз не растворяется. Химический инерцией приводится к его биологической инерцией. То есть из алмаза можно делать электроды, скажем, которые можно ужимлять в организме, который значительно превосходит по своим свойствам золотые. Также он имеет высокую модулу упругости и большую скорость распространения звука. То есть, наверное, может быть, даже самую большую из их известных веществ. Это позволяет на базе алмаза конструировать различные приборы, где используются различные звуковые резонансы типа полосовых фильтров, в том числе на высокие частоты. Вот кварцевые часы известны, там кварц работает на мегагерцах. То алмаз может работать на десятках, там, гигагерцах за счет акустических колебаний. Еще важное свойство для применения, и это наибольшая теплопроводность. Он несколько раз превосходит по теплопроводности метель. Это очень важно при использовании алмаза для всяких припоров, где нужно хорошее охлаждение. Также алмаз имеет очень низкий коэффициент теплового расширения при комнатной температуре. Тоже позволяет его использовать в различных аппаратах, где надо, чтобы была стабильная форма у чего-либо. Он очень прозрачный. Он очень прозрачный в том смысле, что у него очень широкий диапазон пропускания. Скажем, обычное стекло на вид прозрачное, но оно уже не пропускает ближний ультрафиолет, и плохо проводит инфракрасное излучение. Кварц, например, более прозрачный ультрафиолет и инфракрасное излучение. Алмаз очень прозрачный, то есть где-то 220 нанометров и дальше. То есть он почти ничего не поглощает, в том числе он не поглощает бивосвечения в азоне. То есть мало того, что у него широкий акт на прозрачности, у него еще и очень низкий коэффициент поглощения. То есть он может поглощать меньше, чем даже стекло, которое, конечно, не достаточно прозрачное. Но это вот и в том числе и микроволонное излучение. Дальше. Он хороший изолятор, электрический изолятор. То есть это используется в ряде электронных приложений. То есть его разрушить с помощью пробитых изоляций, сделанных из алмаза, очень сложных. То есть у него высокое экономическое сопротивление и очень большие поля пробоя. Ну, помимо того, что изолятор, алмаз находится в таблице метилея, там же, где кремни. Все легко собрать, что он должен являться. На самом деле является полупроводником, но у него запрещенная зона очень велика, 5,4 электронного вульта, поэтому он является так называемым широкозонным полупроводником, когда мы дойдем до полупроводников. Мы об этом говорим чуть подробнее. Но алмаз, хорошо известно, что алмаз очень редкий. Давайте рассмотрим тогда, чем же связана редкость алмаза. Здесь представлена диаграмма состояния углерода в зависимости от температуры и их давления. При этом получается следующая вещь. Вот при относительно небольших температурах и при небольших давлениях, обратите внимание, шкала построена в тысячах атмосфер, то есть вот этого 100 тысяч атмосфер. То есть при достаточно даже больших давлениях, тем более при атмосферном давлении, то есть вот при наших комнатных условиях, алмаз не является стабильным состоянием вещества, а стабильным является графит. Наоборот, только начиная с очень высоких давлений, становится стабильным алмазом, а графит становится метастабильным. Что значит, в частности, нестабильность алмаза? Он не такой уж вечен. При нагреве в воздухе, тем более в кислороде, он загорается уже при температуре, которая вообще говоря достижима там в обычном костре, то есть может быть сожжен. Если в вакууме или в инертной среде, уже при температурах чуть-чуть там выше тысячи градусов, он самопроизвольно переходит в графит, ну при низких температурах, скажем, за часы, там при высоких температурах за минуту, при двух тысяч, через цельсию, он вообще за секунды превратится в графит. На этой картинке я попытался показать аналогию, не к аналогии, что означает метастабильное состояние. Представим себе некую корку, на которой находится шарик. Если здесь вот есть такой глубокий минимум, то в этом шарик в этом минимуме будет находиться вечно, его отсюда не вытолкать просто так. Здесь же шарик находится вот в локальном минимуме, то есть находится на вершинке в небольшой хватинке, то достаточно небольшого толчка, и можно сюда вообще говоря выпадить. То есть вот это в каком смысле аналог метастабильного состояния алмаза. То есть алмаз находится вот здесь, поэтому вот даже небольшой толчок, ну тысячу цельсия, или полторы тысячи, переводят его в графит. Значит, чтобы алмаз образовался, мы должны иметь очень высокие давления, и тогда будет стабильный алмаз. Но нам от этих давлений надо перейти в наше... Можно ли я? Извините, планчик. Перемьем. Вот, он немножко скрывает. Если я хочу перейти из-за этого состояния сюда, то как бы перекосить вот этот профиль, чтобы он остался на вершинке, то попутно возникают всякие склоны, и алмаз скатывается. То есть очень сложно перейти отсюда сюда, чтобы алмаз при этом не разрушился. То есть в афистике такой переход надо произвести достаточно быстро. И это первое, и это второе. Вот эти вообще говоря условия, то есть десятки тысяч атмосфер, они встречаются в природе, и тем более вот в нашем окружении достаточно лет. Откуда же взялись алмазы в природе? То есть по современным представлениям считается, что алмазы образовались на глубинах порядка 150-200 километров, где достижимы как раз высокие давления и нужные температуры. За какие-то там миллионы, миллиарды, может быть, лет этот углерод образовал алмаз. И при древних извержениях вулканов, когда происходил быстрый взрывообразный вынос лавы с больших глубин поверхности, то алмаз доехал до поверхности Земли, не успев превратиться назад в график. И алмаз в основном образовался вот в таких магматических трубках, которые напоминают каким-то образом морковки врытые земли. Вот здесь вот примерно фотографию вот этой трубки, алмазный карьер в Кемберли, от имени этого карьера так и начали эти трубки называть кемберлитовые трубы. То есть это вот диаметром где-то полкилометра. Вот это все было выкупано лет 150 назад вручную при добыче алмаза. Ну это вот современный разрез этой трубки. То есть трубки бывают разного сечения, разного диаметра, но характерные масштабы это в районе под сотен метров, километров. Здесь вот еще примеры вот этих тросовых методов разработок алмаза. То есть это вот кавер, то есть разработка такой трубки в Канаде. Вот примерно как выглядит кемберлит. Он, в общем, тоже разный. Это надо, как я понимаю, многим большим специалистам, чтобы его обнаружить. Ну вот еще пример, как выглядела добыча в конце 19 века в Южной Африке. Вот как выглядят вот эти трубки сейчас. То есть это действительно какие-то гигантские сооружения, то есть выкапывают, топают, топают. Вот трубка удачная в России. Ну вот обратите внимание, с парочкой вот таких больших грузовичков получается борсточка натуральных алмазов, как правило, вот в небольших размерах, там порядка нескольких миллиметров. Отсюда, понятно, его и цена. То есть если надо все это раскопать, надо все это переработать, надо их найти, то есть отсюда, конечно, сразу возникло, когда поняли, что алмаз в черепе, мало того, что дорогое украшение еще может быть полезно для различных применений, отсюда сразу возникло человечество. И построили вот ту диаграмму состояния, которую я приводил ранее. Сразу возникла идея все-таки получать искусственные алмазы. Но первое, что напрашивается, давайте скопируем природу. Это удалось где-то сделать в середине 50-х годов прошлого века. И скопировали природу, то есть обеспечивали высокие давления, высокие температуры. То есть это так и методы называются, получение алмаза в помощи высоких давлений, высоких температур. Схема следующая. То есть нужно создать с помощью мощных прессов, мощных матриц и полосонов высокое давление в неком таком объеме, небольшом объеме, как раз занимаешь несколько кубических сантиметров. Дальше было постепенно придумано очень нарегатное решение. Дело в том, что зачем уже высокие температуры? Мало создать давление на углерод. Надо, чтобы этот углерод еще образовал алмаз. Для этого частицы углерода, атомы углерода, должны, вообще говоря, свободно двигаться. Здесь достигается, в следующем случае, в следующем образом. Используется расплав металл. Сталь, ну и другие металлы, вообще говоря, очень хорошо растворяют алмаз, углерод. Извините. То есть получается жидкий раствор углерода. Дальше здесь создается некий источник углерода, расплав затравки, небольшой температурный градиент. Углерод растворяется в металле, дефундирует в области затравы. Но здесь понижается температура, здесь температура чуть ниже. И растворимость углерода в этом расплаве падает. В результате мы получаем вблизи затравок, перенасыщенный раствор углерода в металле. Но из перенасыщенного раствора может быть многие пробовали, там сами в детстве, сейчас с детьми выращивают кристаллы соли, та же самая ситуация. То есть у вас есть перенасыщенный раствор некого вещества, и это вещество осаждается на некий затрат. Здесь в точности то же самое происходит. Единственное, что чтобы осаждался именно алмаз, а не графит, мы должны обеспечить высокое давление и должны обеспечить высокую температуру, чтобы вот этот расплав, то есть вот этот раствор углерода существовал. Ну и второй способ, который дал удачу лет на 10 позже, первый, это, ну, который, правда, напрашивается сам собой. У нас большие давления и высокие температуры возникают во взрыве, поэтому берем галлю, ее заполняем гексогеном и толом, взрываем, при этом взрыве образуется фронт ударной волны, на котором расстежимы и необходимо деформирование алмаза давления и температура. В результате, да, образуется алмаз, но алмаз образуется в виде вот таких нано-кристаллических агрегатов, то есть в основном это где-то вот порядка 5 нанометров такие шарики из алмаза, которые, ну, в результате, поэтому сил слипаются, вообще для ряда применений умеют потом их разрушать, каким-нибудь ультразвуком. То есть есть вот еще и такая область, то есть получение нано-порошкового алмаза, его тоже есть свое применение, но это как-то отдельная тема, поэтому больше нам будет национальных алмазах восстанавливаться не будет. А вот производство алмазов методом высоких давлений и высоких температур, оно в мире поставлено на промышленные рельсы. То есть вот пример, например, Китай, Китай сейчас все промышленно делает, масштабы поражают, то есть это вот так называемые кубические прессы, которые сдавливают алмаз со всех сторон. То есть далеко уходят. Значит, это вот корпорация Емезис из США. Здесь немного другие аппараты, но тоже, как видите, громадная цеха по производству алмаза. Емезис использует с некой модификацией разработку института геологии, генерологии Сибирского отделения Академии наук, которые предложили беспрессовую так называемую аппаратуру высокого давления, то есть здесь шар, внутри которого как раз происходит обжатие вот этой капсулы, которая растет алмаз, шар он фиксируется здесь над двумя величинами, но в общем существенно более компактных простая эксплуатация конструкции. Вот здесь приведен типичный такой пример вот этих алмазов, вырученных при высоких температурах, высоких давлениях, то есть вот такие вот растут христаллики, типичные размеры это несколько миллиметров, 3 миллиметра там и меньше, не очень дорогие кристаллы, но кристаллы в районе там 7 миллиметров становятся очень, ну, гораздо дороже. Основной недостаток вот такого рода технологии заключается в том, что поскольку у вас расплав, у вас там всегда есть примеси, вообще очень сложно изменить, брать примеси, в частности желтый свет типичный для такого типа кристаллов, это примеси азота. Такую окраску дают уже миллионные доли в алмазе или добавке азота, уже дают ему окраску, а для, как скажем, ряда предложений, да и в качестве даже украшений, ну, лучше все-таки иметь чистый алмаз. Но, спустя какое-то время, а временно, в тех же самых годах, первые предложения были в России, возникла идея осаждать алмаз непосредственно неравновесным образом, то есть, не будем мы искать состояние, где он является равновесным, пусть он так остается метастабильный, и прямо будем его осаждать в метастабильной области, будем использовать хитрые химические реакции. В конце концов, чтобы получить кристалл, нам надо его просто собрать по атомам, посадить атомы так, как нам нужно. То есть, суть этого метода, который, по-английски называется кем-металлойка депозишн, по-русски лучше, наверное, перевести, нет хорошего перевода, все переводят и поясняют по-разному, мне лично нравится больше такое, как химическое осаждение из газовых паз. В чем суть? Мы берем некую смесь газового, в состав, в который входит в что-то углеродосодержащий. Обычно это метан, но не обязательно метан, например, можно даже использовать по аспекту. В результате некой активации этой рабочей смеси образуются свободные радикалы, в основном атома водорода, метилрадикал, и между ними протекает целый комплекс химических реакций. Обо всем я по отдельности о всех этих стадиях я сейчас расскажу несколько позже. Значит, в результате переноса газовым подоками, диффузии к некой поверхности, здесь происходят сложные химические реакции, в результате которых фактически алмаз, как по кирпичикам, как свой дом по кирпичикам, собирается именно алмазная решетка. Ну, типы вот этих середей реакторов, они сейчас звучали разнообразно, но и обычно классифицируют по способу активации рабочей смеси, а потому что вся остальная химия, вообще говоря, близка. Но самый простой по конструкции реактор, который обладает тоже ряда преимущества, это реактор с горячей нитью. То есть конструкция очень простая идеологически, то есть мы берем нить вольфрамовую, ну и другую тугоплавку, мы подаем на нее напряжение, помещаем в вакуумную камеру, где подаем рабочую смесь газа на откачиваем продукты, ставим нить и подложки, нить раскаляется, при нагреве нити на ее поверхности происходят химические реакции, которые производят первичную активацию рабочей смеси. На подложку все это диффундируют подложки, на ней осаждается алмаз. Вот пример такой серийного выпускаем установки, ну и вид изнутри аналогичной установки, вот это наполнитель, здесь вот образец, на который идет осаждение алмаза. Метод все хорош, прост, недостатки следующие, эффективность осаждения, скорость осаждения мала, в районе 1-2 микрометра в час, загрязнения, в том числе из нитей могут быть достаточно большие, то есть совершенно чистый алмаз, очень чистый алмаз здесь получит затруднительно, плюс такой, поскольку все переносы активных частиц определяются в основном диффузией, то можно использовать, осуществлять напыление на объекты с самой разной формы, то есть обычно вот такие вот установки используют для напыления алмаза на какие-то инструменты, резцы, сверла и тому подобное. следующий тип реактора, который в настоящее время был одним из самых первых, но в настоящее время почти не используется, это в пламя, то есть можно просто взять пламя, взять цистиленовую горелку, подобрать состав газа, добавить немного водородика, и в этой горелке тоже происходит нужная активация смеси, и под пламя поставив какую-то патрушку, тоже можно получить алмаз, но здесь с качеством алмаза все совсем плохо, он в такой вроде горелки, как правило, с большим количеством примесей и просто черный. Хотя, конечно, некоторые свойства типа твердости, типа проводности у него при этом есть. Аналогом горелок является плазмотрон, то есть если мы возьмем зажжен дуговой разряд, то есть возьмем два электрода, между ними будет гореть разряд по типу тому, который используется в сварке, подойдет сюда поток газа, здесь возникает плазменная струя, фотография такого рода струи, здесь тоже идут активные химические реакции, поставим под струйную подложку, на ней будет осаждаться алмаз. Очень хорошее устройство, растить нужно со скоростью доли миллиметров в час, алмаз, недостаток, фактически тот же самый чистый алмаз получить достаточно сложно, поскольку электроды активно взаимодействуют с подложкой, плазма здесь очень горячая, даже с поверхности электродов все что угодно испаряется, загрязняет плазм, следовательно загрязняет алмаз. Ну и второй недостаток, маленькая площадь напыления, это буквально несколько квадратных сантиметров и огромные расходы газа, которые вообще говорят дорогие, их надо либо там зацикливать и так далее. Но тем не менее, такие установки выпускаются, и активно тоже исследуются. В последние годы активно развиваются наибольшие, наверное, развитие получили реакторы на основе микроволнового разряда. В них используются магнитрон, который работает, как правило, на той же самой частоте, что и наши бытовые СВЧ-печки. 2,45 ГГц, то есть длина волны 12 сантиметров. Единственное, что мощность и, конечно, в несколько раз больше типичные значения 5-6 кВт. То есть это такие серийно выпускаемые источники микроволновой мощности. Дальше фактически без реактора это неким образом специально созданные из лучей печи. То есть по волноводу с помощью, там, скажем, антенны микроволновое излучение попадает в некую замкнутую камеру. Часть этой камеры отделена каким-то диэлектрическим окном, которое создается необходимая газовая среда. Есть область усиленного электромагнитного поля, в которой создаются плазмы. Вот фотография плазмы вот этой вот красной подножки. Да, и плазма на подножке. Происходит активация рабочей смеси газа. В результате осаждаются алмазной пленкой. Ну, сейчас я позволю себе тогда объяснить уже подробнее. Остановлюсь в основном на как раз вот этих мировокроволновых реакторах и постараюсь пояснить, как все, за счет чего происходит формирование алмазов такого рода системы. Значит, как мы вначале говорили, алмаз это метастабильное состояние вещества, то есть он как бы находится на горке. То есть это не есть химический равновесие, он как бы неравновесен, то есть его бы не должно было бы быть. Но у нас есть еще замечательная вещь, в которой неравновесное состояние очень часто наблюдается. Это газовый разряд. Ну, типичный пример газового разряда, вот лампочки, которые нас окружают. В газовом разряде у нас всегда есть газоэлектроны, свободные электроны. Если есть электрическое поле, то электроны маленькие, легенькие, они начинают ускоряться этим электрическим полем и приобретают энергию. И важно то, что у нас состояние этого газа часто очень неравновесное. электроны маленькие и быстрые, они быстро набирают эту энергию и энергия, средняя энергия электронов намного превышает газовую температуру. Поэтому у нас как бы уже возникла неравновесная среда. И теперь мы посмотрим, как вот это вот неравновесие, которое возникает в такого рода разряде, оно перематывается, переходит в новое неравновесное состояние, а именно аммаз. Чтобы вообще возник газовый разряд, чтобы у нас возникла плазма, возникло ионизованное состояние вещества, у нас должен пройти процесс ионизации. Ну вот здесь вот я пытался нарисовать в фильм, где он не геет электрон, вот электрон стал с молекулами, иногда он неонизует молекулу, то есть из нее вылетает еще один электрон, и в результате этого процесса электронов становится уже два. То есть таким образом их может стать достаточно много. Лишние электроны могут опять встретиться с тем, что осталось от молекулы, а остался положительный ион, и они таким образом происходят процесс рекомбинации и свободный электрон исчезает. Таким образом у нас может быть плазмочка при включении электрического тока, создается плазма, то есть идут вот такие процессы ионизации, рекомбинации, создается некая равновесная концентрация, какая-то некая стациональная концентрация электронов. Но дальше эти электроны они естественно сталкиваются с молекулами могут вызывать не только процесс ионизации. Важнейшим для нас является процесс диссоциации, то есть распад молекулы на части. То есть если электрон сталкивается с водородом, то в результате отлетают два атома водорода и естественно этот электрон. Здесь я вот на этом мультике тут показал, то есть разрушается молекула. В принципе если газ горячий, то молекулы водорода могут разлетаться на части и сталкиваются друг с другом. А в реакторах с горячей нитью молекулы водорода диссоциируют на поверхности горячей нити. Теперь у нас в газе есть атомы водорода. Атомы водорода являются примером свободных радикалов. То есть это разорванная молекула, здесь есть свободная химическая связь, и поэтому такой радикал обладает очень высокой химической активностью. Первое, что начинает делать? У нас поступает углерод, содержащий газ, например, метан. Обычно используется метан. Тогда атом водорода с атом с метаном отрывает от него еще один атом водорода. У нас получается теперь метил радикал и молекула водорода. То есть получаем новую уже углеродосодержащую химически активную молекулу с свободной углеродной связи. Вообще говоря, здесь целый зоопарк реакции. Я здесь привел схему. То есть идет процессы, идут и обратные реакции. То есть идет цепочка конверсии С1 углеводородов, углеводородов, то есть вот СН4 превращаются в СН3, СН2, СН2, потом в С, между ними реализуется некое квасистационарное состояние. Они также могут С1 углеводородов превращаются в С2 углеводородов, между которыми также образуется цепочка. В конце концов образуется С2. О нем можно упомянуть, потому что С2 является чуть ли не основным излучающей балентулой из такого разряда. То есть но, как видите, по цепочке он достаточно далеко находится от того, что первоначально туда поступает. Есть большие специалисты, которые обсчитывают все вот эти реакции, но, честно говоря, абсолютно полного понимания метки в этой области. Здесь я привел схему образования алмаза. Это чрезвычайно прочная схема. На самом деле все гораздо сложнее и полного опять-таки понимания здесь не имеется, но в основных чертах есть согласие. Что происходит? Рассмотрим, что у нас уже есть некий кусочек алмазной структуры и свободной связи занятой атомной водородой. У нас подлетает атом водорода со свободной связью, связывает атом, имеющийся поверхность, и влетает. В результате у нас образуется свободная связь на поверхности. Туда подлетает метилородикал, у которого тоже есть свободная связь. И есть две свободные связи, они объединяются. Таким образом, CH3 является уже включен как бы пришел кристаллическим. Рядом освобождается еще одна связь, к ней также может подлететь метилорадикал и тоже здесь образоваться. У метилорадикала, у него теперь все связи заняты, за счет опять-таки атома водорода образуется свободная связь. В результате вот эта свободная связь может перезамкнуться на имеющийся рядышком атом углерода, оторвав водород, и в результате у нас как бы вернемся примерно первоначальной ситуации. То есть у нас два атома углерода встроились в кристаллическую решетку и они опять заполнены свободной связью, заполнены водородом. Естественно все это гораздо сложнее, потому что помимо описанных реакций идут и обратные, но в результате гидрого баланса вот эти реакции происходят вот встраивание, то есть мы вот по кирпичикам за счет свободных связей поставим за счет атомов водорода образуем новые свободные алмазных. Но возникает резонный вопрос, ведь может образоваться не связь типа алмазной, может образоваться графит, если есть, мы можем высадить графит. Или что-то графитообразное похоже на сажу и тому подобное, то есть можем высадить не алмазную структуру. Но не алмазная структура, она там углерод связан очень слабо, гораздо слабее, чем в алмазе. И свой следующий эффект, когда эти слабо связанные атомы углерода взаимодействуют опять с атомами водорода, то они вытравливаются с поверхности. И вытравливается графит в 100 тысяч раз быстрее, чем алмаз. Поэтому получается такая вещь, садится все, и алмаз, и графит. Но алмаз, не алмазная фаза, назад очень быстро стравливается. Здесь вот Будвер в своей старой работе провел очень важный анализ скорости роста и качества получаемых алмазных пленок в зависимости от концентрации метила и атому водорода. И пришел к выводу, который очень хорошо экспериментально подтверждает, что концентрация дефектов, ну это можно сказать величина обратная качества, чем меньше дефектов, тем больше качество. Она пропорциональна скорости роста, деленная на концентрацию атома водорода, примерно 1,5-2,5. То есть чем больше у вас водорода, тем быстрее стравливаются дефекты, тем выше качество. Здесь приведена диаграмма в зависимости концентрация поверхности атомоплодорода метила, то есть какие скорости у вас достижимы, и какое качество получается. Вот это область в районе 1-10 мкм в час, это область микроволновых разрядов, и область сгорячей нити, где-то в районе микрометра. Ну, вот здесь вот уже в большей скорости роста, ну и в большее количество дефектов это вот идут, о чем я говорю, всякие плазматроны, вот эти вот струи, где большая скорость, но маленькая площадь. Концентрация дефектов самого алмаза там может быть малая, согласно демографика так и получается, но вот концентрация всяких посторонних не алмазных примесей там может быть наоборот достаточно большой. Алмаз, когда растет на просто обычной поверхности, скажем, на кремниевом, алимденовом, еще какой-то подложке, там нет никакого изначального порядка кристаллического, поэтому, как говорится, что выросло, то выросло. Но сам вот этот кубик, решета кубическая, но в ней есть разные кристаллографические направления и может быть разная скорость, то есть он может расти вот так вот, а может расти вот с большей скоростью вот в этом направлении. И в зависимости от соотношения между этими скоростями формируются микрокристаллы алмаза ну в самой разной форме. Вот здесь как раз приведены картинки, микрофотографии вот этих выросших пленочек, то есть это растут поликристаллические алмазные пленки. Это как бы набор кристаллов плотно-плотно сроченных друг с другом. Срастаются они настолько плотно, что фактически многие свойства таких поликристаллических пленок практически не отличаются от монокристаллов. Но ориентация бывает вот здесь в виду квадратики. То есть здесь примерно вот такая ориентация. Здесь возникают веугольники и немного другая ориентация. То есть здесь опять-таки даже можно влиять на ориентацию кристаллов, меняя паралит агророст. Малые добавки вот это мы исследовали наши результаты. Малые добавки некоторых веществ в особенности азота кардинальным образом влияют на параметры растущих адвазных плен. Здесь вот видите величины идут в районе 50 ппм 100 ппм ппм напомню это на миллионные доли. то есть вот зависимость скорости роста от концентрации водовой азота от ремеси азота как видите 50 миллионных долей меняют скорость от 0-3 до 2-х чем-то почти в 10 раз. То есть наши позднейшие эксперименты показали, что даже одна миллионная добавка азота газовой смеси может изменить 2-3 раза скорость алмаза. Это конечно хорошо то есть нужно растить быстрее но во-первых он уже становится при этом бледно-желтеньким а во-вторых если использовать алмаз для электронных приложений то уже такая примесь все портит вообще говоря для электронных приложений алмаза недопустимы примеси в районе уже не ппм а ппп то есть уже в долях не на миллион а на миллиар отсюда требования к этой технологии отсюда и преимущество микроволнового разряда ведь в микроволновом разряде у вас плазма содержится только над подложкой у вас нет электродов она не контактирует больше ни с чем она не контактирует ни с вакуумными со стенками вакуумной камеры ни с чем только с газом газы чистые существуют их можно дополнительно очистить в лабораторных условиях то есть газы с примесями на уровне миллиардных долей это вообще говоря они конечно не самые дешевые но такие газы не вызывают больших проблем они есть и дальше под задачей получить эти газы сохранить во первых вакуумную частоту всех этих систем и установок которые используются чтобы не было примесей ну и главное что все остальное уже не обеспечивает столь малый все остальные конструкции реакторов не обеспечивают столь малый уровень примеси ну вот здесь вот еще приведены спектры так называемого рамонского или комбинационного рассеяния это типичная относительно недорогая методика с помощью которой можно определить качество алмаза и вообще алмаз это или не алмаз значит метод заключается в следующем вы освещаете образец лазера у вас есть в кристаллической решетке фономик то есть есть колебания решетки электромагнит фотон который туда влетает это тоже некое колебание и он может отдать рассеяться на решетке отдать часть энергии в колебания решетки и таким образом излучиться назад фотон имеющий меньшую энергию и это рассеяние резонансное то есть алмаз обладает очень ярко вынужденным резонансом то есть это вот как раз получается спектр светим лазером и смотрим спектр случения мы получаем узкий пик в идеале он должен быть узкий здесь проведена ширина этого пика видно что для поликристаллов вот он в районе тройки вот для этих подложек для природных монохристаллов ширина этого пика он характеризует как усиливательное качество она в районе двойки то есть хорошие поликристаллы слабо отличаются по качеству кристаллической решетки от монохристаллов здесь здесь я привел пример различных микроволновых СБД реакторов их выпускает морстофирм многие лаборатории конструируют такого рода реакторы самостоятельно но в них в общем все то же самое есть некий источник волноводной системы транспортировки электромагнитного излучения некий вакуумный объем отделенный диэлектриком каким-то вот например вот здесь кварцевый клубок здесь кварцевый клубок здесь кварцевый цилиндр здесь кварцевое окно система поддержки подложки ну и где там горит плазма ну и понятна система охлаждения подачи газа и тому подобное здесь пример серийно или мелкосерийно производимых может быть я не все фирмы упомяну такого типа реакторов мировых производителей то есть Япония Германия США Франция в России в Тройских оптосистемах в Содружестве с Иофаном производят такого типа реакторов ну вот я здесь приведены примеры сделанных в нашей лаборатории тех алмазных материалов которые можно получать с помощью вот таких микроволновых СБД реакторов вот помимо пленок на каких-то поверхностях можно вырастить алмаз толщиной мы получали 2 мм то есть истравив подушку мы получаем свободно стоящие алмазные диски вот пример такого рода дисков вот эти вот этот диск желтоватые диски они содержат азот поэтому являются здесь желтоватыми но безазотные диски они фактически белые вот здесь они не отполированы то есть вот эти вот микрокристаллы которые из которых они сформированы они искажают картинку то есть делают картинку слегкоматом если эти диски отполировать что вообще говоря довольно дорого потому что алмаз вообще сложно в упработке из-за своей твердости то он вообще говоря уж прозрачный то есть они очень стекло в вал поступают помимо поликристаллических дисков где-то кристаллы порядка десятков от единиц скажем до сотен микрон можно выращивать монокристаллы к этому в последнее время привлечен наибольший интерес то есть здесь вот примеры монокристаллов берется подложка высокотемпературного высокого давления и подложка натурального алмаза на нее наращивается слой вот то что он здесь вот в таком скошном пермидальном это именно таким образом растет кристалл в середине реактора ну она неожлифована до половины поверхности все-таки несколько портится но мы получаем в общем кристалл наши результаты получились такие когда мы нарастили такие слои на подложки из натурального алмаза которые самые себе которые были сами очень качественные то в результате получился слой в виде алмаза который толщиной 300 микрон который по качеству превосходит качество имеющейся имеющейся подложки натурального алмаза то есть в нем меньше примесей в нем меньше в нем лучше кристаллическое совершенство в такой слой уже меньше дефектов чем еще здесь интерес связан вообще говоря такая патрушка вы решили в виде метода такой слой может оказаться и дороже чем природный алмаз но если вы хотите использовать алмазы для электронных применений то природные алмазы они все разные то есть если вы хотите на них сделать приборы очень сложно отобрать то есть если это вообще возможно а для промышленного применения для изготовления каких-то приборов нужна повторяемость здесь мы создаем повторяемые условия синтеза мы получаем повторяемые монокристаллические слои алмаза их можно уже использовать для приборов ну и еще помимо микрокристаллических монокристаллических в последние годы вот есть интерес к нанокристаллическим При специально подобных условиях получается получить размеры кристаллов существенно меньше микрона. Это очень гладкие пленочки, они прозрачные, их можно использовать для рада применения, в том числе и в электронике. У нас есть микрофотография, пример такой пленки, и это просто кольца Ньютона, дифференция на такой пленке. К нами был разработан некий новый тип в нашей лаборатории, в нашем отделе. Новый тип микроволнового реактора, реактор миллиметрового диапазона длинного. Как я сказал, обычно используется 2,45 ГГц, то есть 12 см. Для получения больших подложек используется 915 МГц, то есть это 30 см, соответственно, размеры всех реакторов возрастают, но тоже используются. Но у вас вот этот шар, который возникает в плазме, он порядка длины волны, половины длины волны. То есть вот здесь вот, к примеру, подложка 50 мм, и плазменный шар в 2,45 ГГц реакции. Вот как раз этот зеленоватый цвет плазмы связан с излучением С2 видно, что вот это вот примерно 70 мм, вот это вот примерно, ну, соответственно, миллиметров 30-40. И меньше его не сделаешь. А хочется вообще говоря, плазму по-прежнему подложки, потому что зачем же нам химические активные частицы нарабатывают далеко в ней. Это первый момент. Второй момент. Из физики плазмы известно, что чем короче длина волны, тем более плотную плазму можно получить. Более плотная плазма, более высокий, то есть большая концентрация электронов, больше электронов, больше мощности можно поглотить в плазму. Что говоря, уже сами эти реакторы достаточно удивительные, вы 5-6 кВт запихиваете вот в такой небольшой объем, это гораздо больше, чем в любой там газовой горелке, то есть очень большой, наверное, вклад. Но если вы возьмете более коротковолновое излучение, вы получите более плазму с большей концентрацией электронов, и можете получить еще больший удельный энерговклад, еще больше ватт запихнуть, скажем так, в кубический сантиметр. Ну, в такого рода реакторе мы создаем разряд с помощью пучков электромагнитного излучения, поскольку длина волны уже 8 мм, длина волны меньше размеров плазмы, меньше размеров установки, и такого рода электромагнитные волны уже удобно транспортировать не с помощью каких-то маленьких волноводиков, просто такие волноводики не протащат такую мощность, а с помощью пучков электромагнитного излучения. То есть все идеологически очень просто, с помощью зеркал два пучка фокусируются в область над подложкой, там возникает стоящая волна и область усиленного поля, и там же возникает плазма. Вот фотография этой плазмы, она сделана через красный фильтр, который пропускает излучение водорода АШ. Формируется эфраструктура, вот она сбоку, видно, что это слой меньше сантиметра, как бы вот над подложкой. Вот эта вот возникающая структура за счет стоящих волны и тому подобных эффектов, она мелкомасштабная, порядка нескольких миллиметров, и замывается диффузией водорода. То есть тот водород, как вы уже, наверное, поняли, что именно атомарный водород играет решающую роль для формирования анмаза, то вот этот водород диффузией его замывает, и подложка растет более-менее однородно. То есть, по крайней мере, так вот эта мелкомасштабная неоднородность не возникает. Вот здесь вот проведена фотография этой установки. В качестве генератора излучения использован гератрон, который также производит наш институт. Ну, установка большая, дорогая, но потенциально она весьма и весьма перспективна. Значит, о применениях. Теперь я перейду к применению АЗ. Это вот то, чем в том числе и мы занимаемся. Значит, для нагрева плазма международных, международных докамаркетов и других фермоядерных установках используется гератрон. Гератрон – это генератор мощного электромагнитного излучения на длине волны, на частоты сотни гигагерц, на длине волны, там, несколько, буквально считанные миллиметры. Такого рода аппараты для литера, они должны иметь мощность 1,2 мегаватта. Но это, я подчеркну, не импульсная мощность. Многие генераторы излучения дают такую мощность только в пульсе. Здесь один, представьте себе, 1 мегаватт мощности, который излучается непрерывно. То есть к нему, в общем, некая подстанция нужна, к этому агрегату электрическому. Но есть еще проблема выпада излучения. То есть внутри гератрона вакуума, излучение надо транспортировать через воздух. Значит, должно быть некое барьерное окно, которое отделяет вакуума внутри гератрона от воздуха. Это окно можно сделать только из алмаза. Представьте себе, если у вас есть окно, и в нем, скажем, поглощается даже доля процента от всего излучения. Это сразу будут сотни вакуум. Но это тепло еще должно распространиться, то есть надо еще и холодить само это окно. То есть есть вещества, которые поглощают меньше, чем алмаз, но не очень плохая теплопроводность. Пусть они поглощают мало, но они будут греться все равно очень сильно за счет того, что у них плохая теплопроводность. Если веществ теплопроводность лучше, алмаза просто нет. У алмаза очень низкое поглощение и очень высокая теплопроводность. Поэтому только алмазные окна можно здесь использовать. Вот пример алмазного окна нашего производства. Здесь проведена величина алмаза, которая характеризует электрические потери. Вот красная вот эта вот линия. Это наш образец, это вот различные образцы производства дибирсов. То есть тут мы конкурируем с дибирсом. Для этих целей нужны вот окна в районе там от 70 до 100 с небольшим миллиметром диаметра. Толщиной порядка 1-2 миллиметров. Ну и вот в результате того, что скорость роста высококачественного алмаза составляет 1-2-3 микрона, мы стремимся как раз основная, одна из наших основных целей наших исследований, это всеми способами повысить скорость, но сохранить качество. То есть такое окно приходится выращивать непрерывно в течение пары месяцев. Только через пару месяцев мы отчетливо понимаем, что же у нас на самом деле получилось. Отсюда и цена. То есть такие окна, то есть стоимость такого окна в порядка 100 тысяч долларов. То есть это довольно дорогие исследования, но вот эта технология, в том числе и нами, достаточно широко, ну то есть достаточно активно развивается. Еще мы проведены следующее исследование. У алмаза есть такое интересное свойство, как отрицательная работа выхода электронной. То есть электроны стремятся покинуть алмаз. Электроны сами по себе, они оттуда вылетают. И алмаз используется как слаботочный эмиттер. То есть если вы возьмете поликристаллическую или нано-кристаллическую пленку, то и подадите небольшое напряжение, то возникает поток электронов. В свое время даже предлагалось использовать такого рода катоды. Катоды, ну в качестве вот замены эмиттерных ламп, то есть если у вас есть небольшой ток электронов, дальше люминофором, и у вас электроны, как электрон лучевой трубки, движение электронов превращается в излучение, можно сделать лампочку. Мы предложили использовать такие покрытия для сильноточных катодов, по крайней мере для облегчения старта взрывной эмиссии с поверхности этих катодов. Вот здесь микрофотография этой поверхности. То есть видно, что даже заостренный катод, по-моему, микроскоп электронов, микроскоп уже будет выглядеть туповато, но покрыт вот очень маленькими кристалликами микронных размеров алмазов. То есть, значит, помимо еще вот этой работы выхода, что электрон охотно покидают алмаз, здесь возникает еще и эффект усиления. Вот эти микрокристаллики, значит, на каждом кристаллике происходит на остриях, получается локальное усиление поля, что облегчает эмиссию электронов. Вот здесь вот пример катодов, то есть вот анод в десеточке, и со стороны анода снято излучение катода. Вот это непокрытый катод. Видно, что излучение, вообще говоря, идет, оказывается, не со всего катода, а с набора точек. А вот это вот катод, который покрыт алмазом. И здесь видно достаточно более, гораздо более ровное излучение, то есть область, из которой имитируются электроны. И такие катоды действительно оказались, ну, пока вот по предварительным нашим экспериментам, они оказались в каких-то случаях гораздо удобнее. А как раз тут надо тоненькую пленочку, то есть особых проблем здесь нет. Вот другие применения алмаза по данным литературой, интернета и так далее. Вот делают оптические элементы. Например, выращивают прям линзы. То есть в кремнии делают полированные углубления. И вот подложка прям, вот, большая подложка, если есть пять элементов, и на ней вот набор линзочек. Линзочки актуальны. То есть для всякой, скажем, если речь идет о инфракрасной оптике или ультрафиолетовой оптике, то там алмаз тоже востребован. Реально, например, для неких инфракрасных систем приходится использовать в качестве окон, скажем, поваренную соль. Она прозрачна для достаточно большого инфракрасного спектра, но сами понимаете, что кристалл поваренной соли у вас долго прозрачного на воздухе не останется. То есть мало того, что он еще и не совсем прочный. Алмаз, конечно, дорогой, но зато вечная, удобная вещь. Деталь машины вырезают. Шестеренки. Прям вырезают шестеренки, пытаются делать какие-то часы. Конечно, такое ничевое применение алмаза, но тем не менее занимаются. Чрезвычайно сейчас распространено, прямо выпускаются серийные, это из разных рекламных проспекту взято. Это всякие инструменты. То есть флора делаются даже из того, какого кристаллического алмаза небольшие футачки, там или треугольнички алмазные, они сжимаются в лице, делаются скальпели, различные вот здесь вот ножички, разные формы, то есть это все можно заточить, сделать. Укрывается, как я уже говорил, сверма. Здесь играет, во всех этих применениях, играют вот эти два свойства, как о которых я вначале говорил, это высокая твердость, то есть этого ступенца не будет. Во втором свойстве, то есть низкий коэффициент трения. Для скальпели, скажем, в медицине, это актуально, что вам еще и биологические инерции, и химические инерции. То есть вы можете, поэтому, несмотря на цену, но она постепенно падает и падает и падает, то есть вот такого рода инструменты, алмазные инструменты, они уже достаточно широко используются. Но еще я хотел немножко вернуться назад, в чем плюс еще CBD метода, вот скажем, про окна. Если вам нужно окно диаметром 75 мм, то натуральных алмазов таких не существует, из которых можно было бы вырезать что-то 75 мм. и с помощью высоких давлений и высоких температур, тоже у вас таких размеров вы не создадите. Поэтому вот эти вот CBD технологии, как раз ослаждая на поверхность, она позволяет получать хотя бы по двум размерам большую площадь, то есть большую поверхность, большую производительность. То есть уже надо, чтобы даже для скальпеля нужно что-то плоское, из чего можно сделать. То есть если это размер, скажем, несколько миллиметров, а по толщине, скажем, доли миллиметров, то из натурального алмаза это делать чрезвычайно долго. Алмаз не бывает плоским, обычно все-таки это что-то близкое к кубику, а кубик натурального алмаза с размером 10 на 10 на 10 мм, это уже весьма, весьма дорогая наша. А здесь мы получаем с помощью среди метода прям пленки, то есть или пластиночки нужной толщины. Ну, в украшениях такой алмаз тоже используется. В свое время была вот на слуху фирмы Аполло, как я понял, сейчас ее поплатила другая фирма, и она активно выпускала среди алмаза монокристаллические, растил монокристаллический алмаз, аграни, аграни, под бриллианты и продавал. Но на самом деле тут как раз сейчас я как понимаю, возникает такой момент, что вот алмаз, выращенный по технологии высокого давления, высокой температуры, он из расслаба получается, и в некоторых случаях он должен омениться, то есть к сильному магниту такого рода алмаз прилипает, вот насколько много там примесей. Такого рода алмаз алмаз неизможно ювелиром отличить от алмаза природного, который, как правило, вот такого-то рода примесей уже не имеет. Вот из CVT алмаза, как я уже говорил, можно получить с качеством выше, чем качество природных алмазов. И вообще, когда возникает проблема, вы принесли такой бриллиант, а цена разная, тут уже ценовая игра идет, он натуральный или он искусственный. Сейчас уже возникает, как я понимаю, вот такого рода пример, проблема, что вот CVT алмазы трудно отличить, вот, и бриллианты сделанные из них, трудно отличить от натуральных. Ну, вот такое тоже экзотическое применение. Вот немцы в Вольфовском институте, один из лидеров производства CVT алмазов, предлагают такую бриллиант. Вот в качестве циферблаты на данных часах используется тонкая CVT пластина алмаза, она обликует, то есть вот эти поликристаллики, микрокристаллики, они тоже обликует, она выглядит достаточно так привлекательно, но поскольку цена высокая, и всем можно хвастаться, что у меня алмазные часы, вот, видимо, по крайней мере, не предлагают это на продажу, что сами сколько покупают. Но вернемся от такой, от украшений, все-таки, если говорить о рынке, о производстве, о научных интересах, конечно, не украшения. Интересуют, интересуют какие-то более наукообразные применения, и такое применение для алмаза это электроника. Даже есть голоса, что алмаз за алмазной электроникой будущий. Самые простые применения алмаза это теплоотводы. То есть, вот, действия по-разному, как в Сроицке делают, на базе вот алмазных теплоотводов, теплоотводов тоже предлагают немцы на продажу. Алмаз очень теплопроводен, как я уже говорил, и хороший изолятор. Поэтому, если вы его используете как подложку для изготовления, или даже обычных электронных компонентов, вы можете их поднять в мужество в разы. Это не медь. То есть, это в несколько раз уже меди, лучше меди, плюс меди проводник. То есть, вы просто так на поверхности меди не спормируете электронный прибор, проводник с меди, вам будет мешать. То есть, надо все равно какой-то изолятор использовать, его электропрочность. Тоже неизвестно. Алмаз в этом смысле, как подложка, очень идеально. То есть, на алмазе, в принципе, делают, в качестве подложки его используют, серийно производят эти, в основном, поликристаллические алмазные подложки, и сейчас широко достаточно используют в различных приборах. То есть, можно делать компактные, мощные приборы. Алмаз можно использовать как детектор частиц. То есть, алмаз полупроводник, значит, если через него доставить в него определенную энергию, то там образуются свободные носители заряда, и возникает ток. Поэтому, если вы к алмазу проживаете электроны, через алмаз пролетит энергичная частица, там образуются свободные электронные дырки, получается импульс тока. Таким образом, можно сделать детектор частиц. Вот, например, различных депекторов их люди уже полусерийно-серийно для разных исследований делают. В чем преимущество алмаза по сравнению с другими полупроводниками? Алмаз очень стоит, в том числе и генизирующим излучением. То есть, алмаз может детектировать частицы там, где все остальное разбалится. Просто не будет работать. Теперь будет работать недолго. Алмаз как детектор в этом смысле детектирует не хуже, чем другие детекторы, но он гораздо более стойк ко всем, ко всяким агрессивным воздействиям. Второй момент, о чем мы еще сейчас будем кратко говорить. Ширина запрещенной зоны, что дают вот эти пять электронов больше? что такое ширина запрещенной зоны. Если у вас, как у Крымнии, ширина запрещенная зона очень небольшая, то в результате даже при комнатной температуре у Крымнии появляется небольшая проводимость. То есть, уже движение, колебания решетки при энергии вот, скажем, сотни градусов, Цельсия, уже хватает, чтобы Крымнии стал проводящим. И у него как бы он становится металлом. То есть, все проводниковые, все какие-то особенные свойства его пропадают. Алмаз за счет вот этой большой ширины запрещенной зоны он свои свойства сохраняет. То есть, там нужна действительно энергичная частица. Поэтому он стабилен. То есть, и может работать при высоких температурах. Скажем, при 500 градусах алмаз вполне будет еще работоспособен. Многие другие полупроводники уже нет. Ну, вот в частности, алмаз можно адапировать, тогда получить из него настоящий полупроводник и дело прибора. Ну, почему вот именно у нас здесь пролитено просто пару примеров. Вот здесь вот картинка для зоисти вот с какой-то работы. Наглядно показана толщина материала, которая необходима для изоляции в 10 кВт. То есть, здесь вот кремний нужно такая сколько? Арсенит, галя. Такая толщина. Нитрит, галя, если уж если тоньше, карбид, кремний тоже широкозонный, поводит прочные решетки. Толщина, скажем, 90 микрон, а для алмаза достаточно всего 20 микрон. Поэтому, если вы делаете прибор, который должен коммутировать высокие мощности, высокие напряжения, то вам выгодно взять алмаз. То есть, по крайней мере, вы получите существенно более компактный прибор. Ну, и прибор, рассчитан на существенно большее напряжение. здесь мы приведем пример киводошелки, сделанных вот этой фирмой в Японии. Конструкция, в принципе, стандартная, но использован вот именно алмазный. Алмазный, то есть он хорошо охлаждается, способен работать при сотнях, там даже до тысячи градусов, они использовали этот прибор, коммутировать сзади высокие токи, сохранять свою работоспособность. Прекрасный прибор. Сейчас стоит задача, то есть мы наша лаборатория, наш институт получил мегагрант, то есть это грамт правительства Российской Федерации для проведения исследований про ковоз ведущих ученых зарубежных. Мы получили грамт вот под эту тему по ковозе видеалмаза для мощных и высочасоток электронных приборов. Тут есть у ведущего ученого ряд идей, как можно сделать полупроводниковый алмаза, которые были бы еще более оптимальны, но достаточно наладить, но не производство. То есть научиться делать на них самые разнообразные электронные приборы. У алмаза есть еще ряд преимуществ, как у полупроводника, что позволяет его использовать не только при высотой мощности, но и при высоких частотах. То есть здесь есть надежда продвинуться как по мощности, так и по частоте по отдельности, так и по обоим параметрам вместе. Причем теоретические оценки показывают, что то, что можно сделать на базе алмаза, оно вне конкуренции, это нельзя сделать ни на чем другом из того, что сейчас известно из полупроводников. Но задача достаточно сложная. Значит, мы, помимо вот здесь фотографии членов нашей лаборатории, это вот Джим Бакер, ведущий ученый из США, он действительно является корефеем вот этого алмаза, алмазной деятельности мировой, сейчас он ушел на пенсию со старого своего места, работает в Америке и активно сотрудничеств с нами. Кроме того, часть этой работы выполняется в Санкт-Петербургском техническом университете, где работают люди, имеющие большой опыт создания полупроводниковых приборов на базе широкозонных полупроводников, правда, не алмазных, не алмазных, но наша задача научиться получать полупроводниковые алмазы с необходимыми свойствами, их задача научиться делать приборы на базе этого алмаза. Я надеюсь, что Баклер, когда будет в Нижнем Новгороде, может быть, его можно будет пригласить, прочитать тоже популярную лекцию, где, я думаю, он не откажется, где он, конечно, о всех этих вопросах по упроводниковых применениях алмаза расскажет лучше, чем я. Ну, а я свою лекцию закончу. Спасибо за внимание. Вопросы? Включения? Семенович, а Дебирс мы сейчас в чем уступаем? Что он умеет делать? Он умеет делать, скажем, так, все. дебирс, дебирс, то есть, дебирс делает и монокристаллические образцы, и для, скажем, и для электронных применений, то есть, низким содержанием примесей. Прозрачность гературных окон вы показывали у нас? Они зато умеют делать 120 мм, мы пока не умеем. Такого размера мы пока не умеем. Да. Вот. То есть, но Дебирс они никогда, нигде, никому не рассказывают, как они делают. В отличие от нас. Да. У них все статьи выглядят так, что вот у нас получилось, смотрите, как это здорово. Ну, трудно с ними конкурируем, то есть, у них средства хорошие. То есть, и хорошие ученые вообще говорят, что они работают. И сотрудничество с Дебирсом. Но все это от всех остальных тайных берегут. Еще вопрос? Не стесняется. Вот, на Мегагранд, я понимаю, начали работать, вот, что же может быть сделано? То есть, по проекту, по проекту, тут ситуация такая, то есть, Мегагранд официально стартовал в конце июня прошлого года, финансирование поступило только в октябре, сделать что-то реальное, поскольку нам надо создавать установки, нам фактически надо создавать новый реактор. Тут есть идеи, которых мы пока не будем рассказывать, поскольку они не проверены. Но надо создавать по существу новые установки, проводить новые эксперименты, все это связано, ну, даже, идеи есть, их надо осуществлять, для этого надо делать и покупать, для этого нужно финансирование. То есть, все это очень дорогое удовольствие, то есть, вот типичная CBD-установка, она стоит в районе 500 евро, 500 тысяч евро. А чем плоха та установка, которая сейчас есть у нас? Ну, не плоха в смысле, а чем она не подходит, как сказать? Ну, те задачи, которые поставлены? Ну, у нас там в основном задачи связаны именно с выращиванием полупроводниковых систем, то есть, и алмазов чрезвычайно высокого качества. То есть, мы хотим иметь алмазные поверхности и аккуратность роста на уровне нанометров. А лучше долей нанометров. Поэтому мы должны иметь на относительно больших масштабах скажем, гладкость поверхности того, что растет в районе нескольких атомных слоев. То есть, если у нас уступчик нескольких слоев, или дефект нескольких атомных слоев, это, вообще говоря, уже плохо. Поэтому мы инструируем сейчас некую новую специализированную установку, пусть растят небольшие, растятся небольшие кристаллы, но зато очень качественные с теми параметрам, которые нам нужны. То есть, если удастся, то через год, скажем, я надеюсь, что мы сможем представить новый достаточно интересный результат. А, насколько это чистая обмазка была? То есть, там, примесель... Примесель должно быть ну, на уровне там, десятков ппб, то есть, на уровне там, несколько атомов, миллиардов. ну, может быть, несколько десятков параметрам или артатом футберов. Не больше. Это, вообще говоря, известно. То есть, это уже там... Миллионная доля примесей в алмазе, даже 10-миллионная доля, уже нехорошо для электроники, уже получается... Уже там электронные модели не так хорошо бегают по этому кристаллу. Они уже начинают рассеиваться. Это видно, потому что у алмаза, за счет его хорошего исторического совершенства, очень высокая подвижность для рэка. Там все происходит очень быстро, за счет чего можно уйти в высунки частот. Если там немного примесей, пусть их так немного, но их хватает, чтобы всю эту ситуацию ухудшить. И тогда уже у него нет этих плюсов, ради которых стоит с ним связаться. У меня интересует такой технический вопрос. Вы как алмаз вырастили? Я в технике вообще ничего не понимаю. Я как бы алмаза всегда в такой ювелирном магазине. Это у вас вырастили? Как вы его снимаете? Как вы потом этот производство выпускаете? Нет, а очень просто. Мы используем для поликристаллов. Для поликристаллов мы используем как правило кремий. Кремий достаточно дешево, хорошо нужно полировать, изготовить аккуратные подушки, он хорошо ведет к себе в 3-х температурах. Берем кремий, на нем напыляется скажем, пластинка толщиной миллиметр. Толщиной, диаметом подушки такого у нас как правило. Потом просто отдаем химикам, кремий растворяется кислотами, алмаз ничем не растворяется, мы получаем пластинку алмазом. То есть пластинки работают в зависимости с химикой? Да, да, вот. Дальше у нас алмаз режется лазером, то есть у нас есть сокра на инаме, это тоже небольшой секрет, то есть это известная вещь, то есть можно подобрать специальный лазер в режиме, и тогда лазером просто этот алмаз разрезать, из него можно вырезать. Шлифовать алмаз умеем, но на мой взгляд еще не достаточно хорошо, этому мало где учат, то есть это гранильщики это искусство, то есть его мало где учат, нижнем хороших специалистов нет, как раз вот Джеймс Баттлер умеет гранить алмазы, и нас тоже учат, мы купили станки соответствующие, потому что надо осваивать нам конечно в том числе всякие вот технологические вещи. Про шлифовку еще скажу, что для ювелиров это одно, а вот когда нам нужны вот эти атомные слои алмаза, то там как раз и шлифовать надо вот до атомных слоев. Этому тоже надо научиться, тоже эту технологию опробовать, то есть эта вот механическая обработка, она тоже не такая простая как может показаться. Так, а вот этой профессии где учат, на каком факультете, в каком вузе вот у вас? Ну, если кто-то заботится... Я закачивал то, что сейчас называется, стал потом высшей школой общей прикладной физики, это факультет, ШОП, да, это факультет, который организован сначала в политехе, потом ШОП стал в университете, факультет организован вот нужно нашу институт кикладной физики. Но границы у нас тут не учат? Нет, границы, там много чему не учат. Ну, как обычно в любом живом деле, на рабочем месте обучаются много там учеников. Если молодой человек или девушку захочет в будущем выращивать алмазы, она что должна туда поступать? Она должна поступать в университете на этот факультет. Да, пожалуйста, хотя мы можем взять людей из других факультетов, кстати, если пошла об этом речь, нам нужен эспиран сейчас. А химики вам подходят? Не знаю, вот как раз Джим Баттлер по образованию химик, а не физик. То есть люди вот в этот алмазный ее деятельность они пришли с двух разных сторон. Пришли из твердого тела, часть пришла из химии, мы вот пришли из физики плазмы, из физики газового расследования. Поэтому получается тоже достаточно забавная ситуация. То есть мы хорошо представляем как распространение синтро-магнитной волны, как возникает плазма, способность их конструировать, но, например, не так хорошо представляем химические процессы, которые там идут. Ну, поначалу, сейчас, конечно, разобрались совсем. Есть люди, есть люди, которые, наоборот, пришли из области химии, они хорошо представляют всю химию, но плохо представляют физику этого дела. То есть оптимально, конечно, это сочетание в рамках одной какой-нибудь лаборатории, одной команды людей с немножко разными специальностями. Поэтому не знаю, надо смотреть. Сейчас я вам говорю, сейчас нам, например, банков хочет, хотел бы, чтобы наш институт принял аспиранта прямо вот под эту деятельность, которым он может в частности заниматься. если вам это интересно, то он может обратиться к нам, к нашу аспирантуру, они на нас выйдут. То есть такого рода вопрос, вообще говоря, есть. Спасибо. Просто такой вопрос не с профессиональной деятельностью. У нас такой вопрос был для центра травмах и армазов и препятствий работают. Нам приходили спрашивали, где можно учиться выращивать армазы, золото, как-то бывает. То есть молодых это интересует. Золото это уже алхимия, это не грамм. Ну, какие-то будут интересовались. Спасибо. Я это за дело.